Правильно выстроить работу с населением – задача непростая для каждого главы поселения. Для того, чтобы обеспечить взаимодействие власти с жителями, действуют территориальные общественные самоуправления. И благодаря их работе наш город процветает с каждым годом. Лучшие председатели ТОСов не только Славянского района, но и всей Кубани собрались вместе на итоговом зональном совещании. В станицу Вышестеблиевскую и Темрюкского района отправились Надежда Неткачева и Александр Косицын. Проходя по улице Адельской мимо Северного парка, жители и гости Славянска-на-Кубани отмечают, как похорошел и преобразился этот уголок города. Подобные положительные изменения произошли во многом благодаря председателю территориального общественного самоуправления номер 19 Нине Примак. Более 10 лет она работает главой ТОС. Её участок – один из самых многочисленных в городе. С каждым из жителей она знакома лично, в курсе проблем каждого дома и старается помочь им. Нина Примак и ещё 27 руководителей лучших органов ТОСа в Кубани были награждены 9 апреля на итоговом зональном совещании. Я работаю с 2000 года, опыта уже много, выдвигаюсь уже не первый раз. И свою победу я считаю как повседневный труд. И то, что, допустим, я первое место заняла, это не значит, что только моя заслуга. Здесь и заслуга моих людей, и заслуга главы нашего северного округа, и также поддержка наших руководителей, заслуга руководителя города, района. Это я не считаю, что только там именно моя заслуга. Кроме всего прочего, да, работать приходится, с людьми очень много приходится работать. Но у меня люди хорошие. Руководители ТОС, представляя интересы жителей, активно участвуют в общественно-политической жизни района. Организуют субботники, поднимают перед администрацией насущные проблемы и вопросы по благоустройству города и эффективности работы жилищно-коммунального комплекса. Ведут разъяснительную работу с жителями города по поводу принятых нормативных актов и изменений жилищного законодательства. Наглядным подтверждением достижений и реальных дел органов ТОС стала выставка. С её осмотра и начали участники мероприятия. Ознакомившись с примером передового опыта работы ТОСов в 2015 году, делегации из девяти районов Кубани собрались в зале на совещание, где подвели итоги работы за прошлый год, а также поставили задачи на нынешний. Открыл его заместитель председателя ЗСК Виктор Чернявский. Но мы видим и знаем, что в том, что наши бугора, станицы, поселки и города облагорашиваются, а в них появляются новые традиции, конкурсы, общественные акции, ваша прямая заставка. Никто не с нами отрицает, что порой вам приходится наслушивать от населения и недовольство, и критику. И критику органов на действия власти и затеянные решения. И заниматься иногда неблагодарным, на первый взгляд, трудом. И не хочется вроде бы, но вы понимаете, что надо. А кто, если не мы? Территориальное общественное самоуправление Кубани стало действенной силой, на которую жители края рассчитывают. В своих действиях опираются органы краевой и муниципальной власти. В своём выступлении отметил Виктор Чернявский. Власти рассчитывают на помощь ТОСовцев и в таком вопросе, как укрепление экономических основ местного самоуправления. Меры господдержки малого и среднего предпринимательства совершенствуются, а рассказывают жителям об этих мерах активисты органов ТОС. Ещё одно направление совместной работы власти и самоуправления в этом году – организованное проведение выборов в Государственную Думу. От того, как наш край будет представлен на федеральном уровне, зависит поддержка законодательных инициатив, которые направляются из края. Одним из критериев, применяемых к оценке результативности деятельностей главы муниципальных образований, является вопрос, насколько в дело они выстраивают взаимодействие с органами ТОС, осуществляющими деятельность на территории их муниципальных образований. Совместная конструктивная работа с вами является показателем успеха наших администраций в муниципальном уровне. Затем состоялось торжественное награждение победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2015 году. В числе лучших отмечены и три органа ТОСа из Славинского района. Награду достойны Нина Примак, председатель ТОС номер 19, занявшая первое место. Александра Плохая, председатель ТОС номер 7 Петровского сельского поселения, занявшая второе место. И Владимир Ерёмин, председатель ТОС Хутора Беликов-1, занявший третье место. Победители получили грамоты ЗСК и денежные сертификаты на суммы 500, 300 и 200 тысяч рублей. Они будут направлены на развитие территорий. Сделали очень многое. Отреставрировали памятники. Почистили ливни, стоки, обрезка деревьев, покраска газопроводов. Очень много проходит работы на нашем ТОСе. В планах ещё больше. Поставить детские площадки, поставить остановки, благоустройство провести. С 2014 года 500 тысяч я занял первое место на наш ТОС. Из тех денег мы потратили часть на клуб. Покупили музыкальное оборудование на 50 тысяч. На 160 тысяч, там 169, а почти 170 тысяч. На освещение хутора, это уличное освещение. Построили каскадный водопад. Это где-то 87 тысяч вышло. Затем где-то 1060 потратили для посадки зеленых засаждений, кустарников и так далее. То есть цветники, малые формы. Сегодня занимается у нас, как много клуб, занимаются цветниками. Они уже облагорожены. Последняя была работа – оплатка камнем декоративным. Все они обложены. Высажены зеленые средения. И надо немножко разнообразить цветы, чтобы было более ярче, более красиво и эстетичнее. Сегодня трудно представить жизнь района без органов территориального общественного самоуправления. Они необходимы для организации эффективной системы взаимодействия власти и населения. И прежде всего, для удобства самих жителей. В нашем районе ТОСы возглавляют уважаемые и неравнодушные люди. И, несомненно, очень важно, что их труд оценен по достоинству. Надежда Неткочева, Александр Косицын, программа «События».